Я в кино в последнее время немного работаю. То сценарий меня не устраивает, то какое-то, так сказать, направление этого решения, сценарий. В общем, как-то не складывалось. Вот звонок. Александр, Хван, Кармен. Первый, конечно, шок. Понимаете, Кармен. Ну сколько можно? Кармен много было. Первое желание как бы скорее смотаться от этого предложения. И там что-то так. Но голос очень убедительный. Александр, у него такой красивый тембр, я как музыкант не мог не оценить. Встретились, посмотрел я материал. Материал мне понравился. Понимаете, вот это первое уже. Вот когда материал смотришь, и он... Это не значит, что континью обязательно получится. Но вот для музыканта очень важно. Вот там что-то пелось в этом материале. Что-то музыкальное было. И что-то привлекательное для меня. Потом у меня сразу начались что-то... Перебои со здоровьем, давление. А Саша давит. А Саша звонит и говорит, ну когда надо вот... Я говорю, да я не успею, наверное, не успею. Лето, жарко, давление, тони, все. Понимаете, но опять что-то вот с другой стороны что-то привлекает. Встретились еще раз. В результате интересно режиссер рассказывает. Понимаете, я считаю, что вот в этой картине для меня решающим был даже сам режиссер. Даже не столько материал. Режиссер настолько для меня показался интересным и музыкальным, что очень редко бывает. Не говоря о том, что он у меня тут на рояле играл, и свои сочинения. Я ему сказал, Саша, а что бы тебе самому не написать музыку? Что ты время тратишь со мной? Когда он всякий, он умеет сочинять, напиши музыку. Саша сказал, нет, ну что, я буду всю жизнь себя проклинать за это. Потому что я уверен, что моя музыка мне не понравится. Я буду все время думать, а вот зачем я это сделал, я испортил картину своей музыки. Ну, в общем, вот такие были веселые беседы. Ну, а потом стали работать. Я приезжаю смотреть материал, новые варианты какие-то материалы, уже монтированные. Затем Саша приезжает сюда, фрукты, иногда коньячок. Вот, и смотрим материал, эскизы пошли. Вот я здесь на этом же столе, у меня стояли уже клавиши вместе с рюмочками и с чашечками и фруктами. И так постепенно как-то я влез в эту картину. Ну, и она мне стала уже интересно профессионально, понимаете. Потому что вот те задания, которые режиссер как бы мне давал, и как ему казалось. И вот то, что мы отвергали. Музыка была написана гораздо больше, чем в фильме. Часть музыки была нами отвергнута, часть музыки ушла в другую сторону, мы ее тоже. В общем, в результате мы как бы, как можно сказать, вот выжили, выжимка. Вот как монтируют кино. Ведь сначала материал я смотрел почти три часа. А картина меньше двух часов в час. Вот выжить, выжить лишнее, отжать. Так же и в музыке. Мы писали много эскизов, Саша слушал, мы решали. И вот остановились на двух-трех темах, которые стали в основе этого фильма, в основе этой драматургии. Он очень серьезно подходил. Ему хотелось, чтобы картина при всей немножечко такой, я бы сказал, авантюрности этого сюжета и такой его мелодраматичности, трагедийности. Но чтобы эта форма внешняя была насыщена внутренним содержанием. Может быть, даже более серьезным, чем сама вот конкретная вот эта история. То есть, это Кармен вечная. Вот эта вечная ревность, любовь, смерть. Понимаете, вот, вот. И мы это в музыке решали. А что это ОМОНовец, мальчик такой, так сказать, не испанец какой-то. И что девочка тоже авантюристка такая легкая. То есть, понимаете, что это не те фигуры, которые могли бы сказать, да, это вот, это не герои нашего времени. Это, я бы сказал, актеры нашего времени. Вот это так и типажи нашего времени. Понимаете, вот то, что мы видим, то, что мы знаем. Вот. Поэтому мне даже вот казалось, что, по идее, мы даже где-то немножечко соединили вот такую, ну, некоторую, я бы сказал, эстрадность там какой-то. Вот, вот, все, что касается легкой жизни и веселого времяпровождения Воровского, вот, оно было, так сказать, с легкой иронией и с легким юмором сделано. А все, что от авторов, понимаете, вот мы решили, что авторская позиция должна быть очень высокая. И, несмотря на какие-то всяческие ситуации, все-таки вот человеческое чувство все-таки остается основное. Вот, говорю, любовь, верность, смерть, все это рядом ходит. И вот еще один вариант на эту тему. Ну, вот сейчас вот позвонят, скажут, слушай, Инатьевич, давайте напишем «Пиковый удар». Ну, Чайковский есть, гениальный оператор. Понимаете, первой реакции нет. С другой стороны, Кармен уже преодолел вот эту черту, за которую нельзя. Уже была и Кармен щедрена, балетный вариант. Уже был, помните, этот фильм, там, «Кармен» откуда-то с Кавказа, вот этот фильм, в котором главал Самохина. Вот, ну, понимаете, то есть уже, как бы, вариант этой новеллы, он какой-то настолько общий. Понимаете, вот трудно, конечно, вот «Ромео и Джульетта», да, ну и все, здесь и опера, и балет, и... И вот «Висальская история», это тоже, в общем, какие-то «Ромео и Джульетты» на современный лад. Вот, конечно, сначала пугает, а потом интересно. Поэтому хочется, как сказать, свою сделать. Ну, делали, вот я писал «Обыкновенное чудо», а перед этим была картина «Обыкновенное чудо» с другой музыкой. Но мне настолько нравился Шварц, что я хотел сделать свой вариант. Понимаете, так и здесь. Вот сначала как бы страшно, а потом, когда влезаешь, хочется сделать свое отношение. Мне вообще везло, но я больше люблю литературные сюжеты все-таки. Понимаете, я не очень люблю такую... Я почти не писал фильмов таких, знаете, вот сегодняшних и таких бытовых, таких, знаете, ну, где «Правда жизни», в кавычках, вот такая вот чистая голая. Я все-таки любил более вещи фантастические, там, «Свифт», «Обыкновенное чудо», «Двенадцать стульев». Все-таки это литература. И здесь, в принципе, тоже литература, потому что, конечно, и вот финал, и вообще разговоры о жизни, о смерти, о душе, и о том, что происходит, и, так сказать, право людей на поступки, здесь это есть. И это мне... Знаете, ведь композитор так, это такой человек, если его заманить, хорошо, знаете, как вот, он сначала вроде всего такого вроде бы отвергает, что уже было, а затем, когда влезает, ему хочется перередить, вот мне лично хочется перередиться и узнать, как бы я вот эту тему решал. Конечно, мне говорили, ну, там, наверное, использовал какой-нибудь Кармен маленький, там, какой-нибудь мотивчик, какой-нибудь оборотик, чтобы мы услышали. Нет, там совсем ничего рядом нет. Вот, есть только вот это напряжение, оно не может быть, так сказать, трагические вещи, сочиненные любым композитором, имеют общие корни, вот это только есть общие корни. А так, конечно, для меня это была интересная работа. И что мне предложили симфонические оркестры? Знаете, сейчас в кино не каждая картина имеет возможность предложить композитору такие условия. Вот, а я хоть и уважаю электронику, и сам я и занимаюсь, но все-таки для этой картины хотелось бы, чтобы звучал симфонический оркестр. Было приятно, что после картины очень многие молодые люди подходили, понимаете, вот те, которые... Там, мои сказки музыкальные знают хорошо все, а здесь совсем другое. И они вот ходили и искренне очень говорили какие-то хорошие слова. Мне в данном случае была интересна именно их реакция. Не то, что там они мне сказали какие-то хорошие слова, а то, что они эту музыку почувствовали, что они ее как-то не оттолкли. Понимаете, я могу сказать одно, что этот фильм для меня, что он для меня вызывает уважение, как творческая работа, как произведение искусства он вызывает уважение мне. Вот какова его будет судьба успеха, вот это в плане вот такого, так сказать, долгой любви или недолгой, понимаете, это я не могу сказать. Это время покажет, к сожалению. И этот фильм вдумчивый, его так сразу, мне кажется, он не то, что он сразу схватает. Я говорю, хорошо, его второй раз бы посмотреть. Я говорю, вот я бы с удовольствием, потому что я его смотрел много раз, но в виде, как говорится, разного материала. А вот в том виде, как он сейчас, я бы с удовольствием, думаю, имел кассету или пленку, или что угодно, или DVD, значит, для того, что-то посмотреть. Если Саша скажет, и если сценарий будет, ну, мы не совсем поперёк моё тело, то сразу соглашаюсь, потому что это интересно. Когда мы с ним встретились, я его вырвал из объятий, значит, его поклонников после окончания фильма, и когда уже дело тут до банкета дошло, и вот я все ждал своего часа, наконец, я его к себе притащил в свой уголок, вот, и мы с ним выпили за то, что мы с ним так сказали, что самое главное в этой работе, в Кармен, то, что мы встретились. И это, мы решили, что это главный результат, что это наша творческая встреча, которая, естественно, предполагает дальнейшее. Мне, например, с ним работать было особо интересно, потому что работать с музыкально понимающим и тонко чушающим режиссёром – это особый класс, понимаете, вот, и особое настроение. Ливанов у меня в 17 лет, видите, 52-й год, это Ливанов, он же кончил и художественную школу, Василий, и он вот мне нарисовал в 17 лет, и ему было 17, и мне 17, он мне нарисовал. И вот тут вот ноты завалены, здесь вот исчерновики, здесь корректура, здесь уже написаны там частички, здесь готовящиеся к исполнению. Вот в этом ужасе, понимаете, но уютно, кресло крутится, я, значит, у меня пианино, вот оно не настроено, я никак не выберусь настройщик, поэтому синтезатор, но, знаете, иногда отключает электричество, и уж когда электричество отключают, даже вот на таком разбитом, видите, он плывёт весь, но я всё-таки как-то, он выручает, оно меня, оно, значит, встало здесь.